Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас ко второй главе первого послания к фесслоникицам. Здесь во второй главе апостол напоминает своим читателям, которые, конечно, и сами это прекрасно знают, что в фессалониках Павел дерзнул проповедовать благовестие Божье с великим подвигом. Собственно, речь идет о том, что это было довольно трудно и опасно. Он проповедовал в фессалоникийской синагоге множество из язычников, празелитов, обратились, услышали Павла. Это вызвало противодействие со стороны иудеев. Все это описано в начале 17 главы Деяний. И вот, собственно, почему для Павла важно подчеркнуть, что он преодолевал вот эти все препятствия в процессе, так сказать, благовествования, в процессе проповеди, что в его учении не было ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Он аргументирует таким образом бескорыстие и чистоту своих намерений, что он проповедовал, собственно, ради Евангелия, а не ради тех или иных плодов и результатов, которые он мог бы предполагать добиться. В каком-то смысле отсюда сразу видно, что было бы очень странно требовать у Павла отчетов о своих миссионистских результатах, потому что он проповедует именно без нечистых побуждений, без лукавства, не ради того, чтобы насчитать то или иное количество обратившихся, а ради того, чтобы переполняющим его Евангелием подивиться. И дальше, в 4 стихе, апостол говорит удивительную совершенно вещь. Смотрите, Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие. Так мы и говорим, угождая не людям. Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие. Так это звучит в русском переводе. И действительно, смысл, собственно, высказывания апостола заключается в том, что это для нас большая честь от Бога, то, что Он доверяет нам благовествовать. И обратите внимание, в греческом тексте Павла, в том месте, где Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, говорится именно о доверии. И это тот же самый корень в греческом языке, как и в слове «вера». Мы часто очень по-разному понимаем слово «вера». И, наверное, все, так сказать, способы понимать это слово, грани этого явления, наверное, все имеют право на существование. Но, собственно, Павел говорит именно о доверии, о том, что Бог нам доверил. И вообще говоря, везде, где мы встречаемся со словом «вера», как, например, в Евангелии, когда Господь нередко говорит кому-нибудь «иди с миром», «вера твоя спасла тебя». Или здесь, когда Павел говорит о деле веры и труде любви в предыдущей главе, речь идет о доверии. И это чрезвычайно важно, потому что, ну, понимаете, иначе во многих случаях, например, в том же Евангелии, вообще непонятно, о чем идет разговор, да, когда какой-нибудь кровоточивой женщине, которая подошла к Иисусу сзади и прикоснулась к его одежде, он говорит «иди, дерзай тщерь, вера твоя спасла тебя». Ну, какая такая вера? В чем заключается ее вера? Собственно, это не какие-то богословские утверждения о Боге, а это доверие Иисусу, доверие тому, что Иисус не отвергнет. Так и здесь. Бог доверяет апостолу. Это речь, таким образом, о такой же вере, только со стороны Бога в человека, со стороны Бога в нас. Вот такие нюансы, на самом деле, очень важны для того, чтобы мы понимали и для самих себя, что значит верить Богу, что значит жить в вере, что значит быть христианином. В чем православная вера заключается? Это всегда исключительно доверие Богу, доверять Богу свою жизнь, свое сердце, самих себя. И вот апостол говорит о том, что и Бог поверил ему, и доверил ему благую весть о Господе Иисусе Христе для того, чтобы Павел говорил, угождая не человеком, но Богу. Богу, который знает, что в человеческом сердце. Он говорит о том, что мы не ищем славы человеческой, не ради того, чтобы аплодировали, благодарили, или как-нибудь еще вознаграждали его. Он совершает свое служение, свой труд проповеди. Но кроме этого еще он говорит о том, что мы были среди вас тихи, бережно относились к вам, и для него это важно. Для него важно также, чтобы фессалоникийцы увидели это, увидели, что служение благовествования, тот труд любви, терпения и упования, которым он призывает, лучше совершать в тишине, без фейерверков каких бы то ни было, и обращаться бережно с теми людьми, которым мы свидетельствуем. Это тоже и в сегодняшней нашей христианской практике очень важно. И дальше в 9 и 10 стихе апостол предлагает чрезвычайно конкретное указание, чрезвычайно конкретное, которое, в общем, было довольно успешно забыто меньше, чем через 300 лет после апостола Павла. Он говорит, вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Апостол Павел глубоко убежден, он много где об этом пишет, часто повторяет, что его служение благовестия является центром, смыслом, содержанием его жизни, и его отношений с Богом, но не является профессией. Через довольно краткое время, через несколько столетий, буквально после того, как Павел пишет эти строки, вообще говоря, среди христиан распространяется ошибочное и вредное убеждение, что служение Богу должно непременно быть вещью профессиональной, что часто делает нас из благовестников жрецами. Вот Павел, что у него есть силы, подчеркивает, что с его точки зрения, в его опыте так быть не должно, это невозможно. Да, он нуждается в том, чтобы получать какие-то средства к существованию, и он никогда их не просит и не получает, он всегда зарабатывает сам. Ну, кроме тех случаев, когда он сидит в тюрьме, и у него нет такой возможности, и то он пожертвования, когда они есть, принимает, когда их нет, обходится без них. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, трудно представить себе, невозможно просто представить себя апостола Павла, который ходит с протянутой рукой, просит пожертвования, и рассказывает всем, какое он важное дело духовное совершает, почему все должны его финансово поддерживать. Для него это абсолютный абсурд, полный, совершенно невозможный. И, с другой стороны, сегодня для нас часто вот эта позиция Павла тоже кажется невозможной и абсурдной, хотя Павел, вне всякого сомнения, прав. В этом смысле то, что мы ушли в своей практике за столетия от этой Павловой позиции, вещь, скорее, очень и очень печальная. И вот апостол говорит, свидетели вы и Бог, как святые, праведные, безукоризненно поступали мы перед вами. Таким образом, для него принципиально важно не только то, что он свидетельствует о смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, не только то Евангелие, о котором он говорит, но и его поступки, одно без другого, на самом деле, не сработало бы. Он пишет, что, ну вот, друзья, мы вам благовествовали, и действительно вы обратились, услышали Бога, подражаете Христу. И для этого важно было то, что я, Павел, говорит он, поступал по правде Божьей и никого из вас ничем не отягощал. Поэтому вот мы просили, убеждали, умоляли вас поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Это, если хотите, миссионерская концепция апостола Павла. Он предполагает, что для того, чтобы нам нести благую весть, Евангелие Христа, чтобы быть свидетелями Господа Иисуса Христа, необходимо, во-первых, поступать свято и праведно и безукоризненно, никого ни о чем не, никого ничем не отягощая. Вот образ поступков иногда, с точки зрения Павла, может быть, и еще важнее слов, которые люди говорят. Поэтому так часто, на самом деле, слова остаются словами и не приносят никакого результата. Вот такая вот двойная, двухсторонняя, обоюдоострая, если хотите, вещь. Это Павлова миссия. С одной стороны, слово, и Павел говорит об Иисусе Христе, и вообще говоря, больше ни о чем. Больше ни о чем, не рассказывая им больше никаких сказок, никаких тем, никаких басен, никакого там, я не знаю, израильского или греческого или латинского какого-нибудь еще национал-патриотического сознания. Ничего этого Павел вообще не обсуждает. Одно в центре – смерти воскресения Иисуса. И подкрепляется это праведной и безукоризненной жизнью. Вот, собственно, и вся миссионерская деятельность. И он говорит фессалоникийцам, «Ну вот поэтому, слава Богу, что вы, услышанные от нас, приняли, как действительно слово Божие, как это и есть поистине, это слово действует в вас, верующих». И поэтому апостол Павел говорит о том, что вы в фессалониках смогли, подобно церкви в Иерусалиме от иудеев, от своих единоплеменников претерпеть скорбь. Наверное, для этого требуется и большая решимость, и большое доверие Господу Иисусу Христу. Поэтому апостол напоминает вот об этом, о том, что терпят они от своих единоплеменников, о том, что этот путь безукоризненной, святой и праведной жизни, он вовсе не усыпан розами и вовсе не вызывает какого-то грандиозного одобрения со стороны окружающих. Вовсе нет. Заканчивается вторая глава тем, что апостол свидетельствует о своем желании прийти в фессалонике, о своем желании увидеться, поговорить, потому что, говорит он, это именно вы – наша надежда, радость, венец похвалы. «Вы – слава наша и радость». То, что люди обращаются к Богу, то, что жизнь у этих людей меняется и становится достойной Бога – вот это радость апостола Павла, а не что-нибудь другое. Радость, которая нередко нам бывает с трудом, понятна и доступна. Тем не менее, как это часто бывает в других посланиях, тоже апостол говорит о славе, радости и похвале, о том, что смысл, смысл и счастье его жизни – это сделать так, чтобы вот у этих людей стала возможной встреча с Господом Иисусом Христом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова